В Самарской области подвели итоги четырёхдневного полуфинала национального чемпионата прокмастерства по стандартам WorldSkills в Приволжском федеральном округе, как лучшие из лучших своих регионов доказывали своё право соревноваться в суперфинале. По два, мы начинаем работать. Итак, время конкурсанты теле. Время пошло. 30 минут. Субтитры создавал DimaTorzok до таких масштабов, что вместо единого национального чемпионата решено провести отдельно каждый в своём федеральном округе. Тысячам участников просто физически невозможно обеспечить все конкурсные условия. А такой дополнительный фильтр позволяет подходить к оценкам более частно. Сейчас это уже полноценные соревнования, причём в которых мы можем проверять все модули, все компетенции, которые относятся к той или иной профессии. Это очень важный прогресс. И самое главное, что наша система национальных полуфиналов является таким важным элементом системы мониторинга подготовки рабочих кадров. Количество оправдывает и качество WorldSkills России своего рода экзамен на уровень подготовки кадров. Позволяет определить профессиональный потенциал на уровне страны. По итогам прошлого года в одном только Татарстане учиться в колледже и техникум, и школьников пришло больше, чем в вузы. Все участники любого из этапов чемпионата работают по профессии. Особенно амбициозные открывают своё дело. Кроме того, WorldSkills – механизм выявления пробелов и сильных сторон российского профессионального образования. По итогам каждого из чемпионатов мы сейчас будем проводить анализ. Потому что на каждого студента, который участвует в чемпионате, имеется развернутая картина по поводу того, насколько быстро, качественно, с какой культурой труда он выполнял эти задания. И затем мы проводим анализ и вводим изменения либо в образовательные программы в техникумах, либо в федеральные образовательные стандарты. Курс 2, мы начинаем работать. Итак, время конкурсанта теле. Время пошло. 30 минут. Строгие регламенты и абсолютно одинаковые условия для всех участников внутри компетенции. Для молодых воспитателей и дошкольников конкурс усложняется ещё и отсутствием воспитанников. Первый модуль – художественное чтение. Прочитать или инсценировать сказку, чтобы дети поверили в их реальность, должен уметь каждый воспитатель. А вот от современного воспитателя требуется ещё и знание инновационных методик и умение обращаться с интерактивным оборудованием. Для Анастасии Дорофевнина из Тольятти участие в такого рода конкурсе первое, но к работе с любыми видами методик ей не привыкать. Сами задания не слишком сложны, поскольку я уже заканчиваю практически обучение. Я была несколько раз на практике, мы это проводили, поэтому это не является для меня совершенно новой деятельностью. Но, конечно, в условиях стрессовой ситуации это гораздо тяжелее, чем на практике. Но я считаю, что это очень важно для воспитателя, как для профессионала, поскольку весь полученный опыт мы сможем применить в своей профессиональной деятельности. Конечно, волнуюсь очень сильно, но на самом деле эмоции положительные, очень ярко, очень красиво. Мы соревновались с достойными соперниками, и я очень рада, что попала в полуфинал. В перспективе участников планируют оценивать в реальной обстановке онлайн. Только с детьми воспитатель сможет раскрыться полностью. Но здесь уже нелегкая задача стоит перед жюри – оценивать тонкие материи. Тут очень много тонкости, поэтому у нас критериальная позиция разработана до 0,5 баллов, начиная с поворота головы и кончая с комплексом упражнений. Это очень важно. Дело в том, что у воспитателя нет мелочей. Воспитатель сама, собой уже формирует личность ребенка. А самое главное его назначение – естественно, ранняя социализация и формирование его личности, развитие речи и так далее. В полуфинале участники выполняют почти все то, что уже делали на региональном этапе, но с 30% изменениями. Евгений Юдин – победитель регионального этапа в компетенции сварочной технологии, специалист опытный, уже работает сварщиком на предприятии. Главным в своем деле считает опыт и постоянную практику, что не в тягость, когда по-настоящему любишь свое дело. На тот момент, когда я поступал в технику, она была очень востребована, как и сейчас продолжается быть востребована. Ну и вообще как-то по душе было и интересно очень для меня. Задание вообще все, если брать комплексно, то было, конечно, тяжело очень. Для человека, который недавно окончил или еще учится в технику, в колледже было тяжело. Ну, во-первых, была труба, обычная сталь. Была нержавейка, алюминий. Нержавейка, алюминий у меня получилась вообще шикарно. Меня немножко учили этому, и я как бы постарался и выступил лучше всех, особенно в этих номинациях. Критерии оценок полностью основаны на международном опыте прошлого года. Жюри не скрывает, планка поставлена высокая, но и не хватает на рынке труда именно специалистов высокого класса. Сварка необходима в сферах от строительства до космических технологий. Высокие требования отчасти способ привлечь внимание и подчеркнуть значимость труда сварщика. Вообще, эта работа рассчитана на самый высший уровень сварщика 6-го разряда. Мультифункционер должен быть, да, то есть многостаночник, так называемый. Потому что в России не принято всеми способами сварки, чтобы занимался один специалист. Обычно это узконаправленный специалист, который занимается вот там. Есть труба, он занимается трубой. Есть пластина, он занимается пластиной. Когда я был на чемпионате мира в Германии, прямо на площадке нашему участнику, который занял 27-е, по-моему, место, предложили работу за на тот момент 4 тысячи евро в месяц. Модельерам, в отличие от сварщиков, пришлось бороться в первую очередь самими собой. Самообладание и собранность – не последнее качество, необходимое им на чемпионате. Профессия все-таки творческая, и сложно представить модельера, шьющего одежду по таймеру за четко отвезенное время, под пристальным наблюдением судейский глаз. Для Милюзи Зайдулина из Самарского техникума легкой промышленности после регионального этапа внешние факторы уже не важны. На первом месте достойно представить Самарскую область. Первый этап конкурса проходил, как бы, это был поширь юбки, классическая юбка, и немного, как бы, она была размоделирована. Этап длился 8 часов. За это время должны были раскроить юбку, построить чертеж и, как бы, снять лекало и отшить. С самого детства я мечтала, как бы, стать модельером, дизайнером. Постепенно шла к этому. Спасибо родителям за то, что помогли мне в этом. И, ну, я не вижу себя в другой профессии. Задание в первом модуле в полуфинале похоже на региональное. Изготовить юбку по предложенному эскизу. Построить выкройку, раскроить, отшить. Но эксперты говорят, за видимой легкостью всегда кроется мастерство. Это профессиональное изготовление продукта, да, так как все-таки наша компетенция, она одевает людей, да, а любой человек хочет выглядеть красиво. И, естественно, оценивается, скажем так, психологический аспект участников. Любая творческая работа строится по своим законам. И если судят ее профессиональные люди, они могут ее разложить по полочкам, что называется. Каждый участник хочет быть лучшим. Каждый прилагает для этого максимум усилий. Дело не столько в амбиции, сколько в желании делать свою работу хорошо. А награда сама всегда найдет своих героев. Что и доказали участники полуфинала национального чемпионата WorldSkills от Самарской области, заняв 7 призовых мест из 15 компетенций. Следующий этап для них – финал в Казани. И совсем скоро станет ясно, кто из Самарской области поборется в созвание лучшего уже на международном уровне в августе в бразильском Сан-Паулу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...